Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о маске. Вот она у меня, я ее уже использовала. Надеюсь, вы заметили вот этот блеск лица. Мне очень понравилась эта маска, и мне даже захотелось пользоваться ею каждый день. Вот накупить их просто много и каждый день пользоваться. Ну ладно, через день, потому что я до сих пор чувствую натяжку. Мы с вами сейчас посмотрим, как я ее наносила. Результат без макияжа. Хотя я сейчас тоже без макияжа, кстати. Ну, глаза у меня накрашены и брови, и губы на лице. Я имею в виду, нет тона. И мы с вами посмотрим, и я вернусь. Итак, начнем тестировать вот эту маску. Все время хочу назвать это тест-драйвом, хотя это вообще никакой не тест-драйв. Просто тестирование маски. Итак, Rare Paris. Приобрела по совету своей подруги. Она сказала, что лицо будет таким натянутым, разглаженным. Такая тоненькая масочка, посмотрите. Может быть, вам не особенно понятно, но она тонкая. Еще не могу разобраться, как ее раскрыть. Вот, разобралась. Интересно было написано, особенное внимание уделите зоне под глазами. Получается, под глаза тоже можно. Я уже маску нанесла вообще-то под глаза. Ну, уже и смыла. Пахнет очень хорошо. Цветочками. Не понимаю маски, которые только рассчитаны на лицо. Неужели нельзя сюда продлить? Да, прям под глаза она получается. Очень тонкая. Если бы не было вот этих складок у меня, наверное, вообще было бы непонятно, что на мне есть маска. Ну, мы сюда на шею тоже нанесем. Приятная маска, знаете, не такая тканевая, от которой и холод. Это такая нежная. За счет своей нежности вообще не холодно в ней. Очень приятно. Давайте пока прочитаю. Это мультиактивная формула маски, обогащенная витамином С и экстрактом арники. Успокаивает, укрепляет защитный барьер кожи. Остатки нужно будет втереть в кожу, значит смывать ничего не нужно. Все, я вернусь к вам через 10-20 минут. Вернусь через 15. Все-таки прошло 20 минут, что-то я так легла, стала общаться в WhatsApp и забылась. Немножко как будто она даже стянула. Итак. Ну, пока я никак не натянулась. Посмотрим, что будет дальше. На шее прям хорошо высохла, но там маски не было. Теперь подождем еще. Пусть не впитающие. Ну что, такой эффект и правда есть. Прямо вот смотрите, как сияет кожа, натянула. Здесь у меня было покраснение. Вообще абсолютно теперь нет. Мне маска очень понравилась. Я куплю себе еще парочку. И буду писать пост сейчас. Прошло уже 3 часа после того, как я нанесла эту маску. Эффект до сих пор держится. Лицо даже стало еще более натянуто. У меня ощущение полное, что у меня вот здесь вот пучок. И мне так вот стянули. Но даже, знаете, наверное не пучок, а вот что здесь у меня какие-то скобы стоят. И вот так вот натягивается лицо. Потому что оно неимоверно блестит. Я просто вот сама удивляюсь, что такой результат от этой маски. Но это очень крутая маска, я ее рекомендую. Прямо вот мне кажется, если бы я что-то продавала, я продавала бы эту маску. Она действительно стоящая. Единственное, что мне страшно, есть такой у меня моментик, что вдруг эти маски настолько вот действуют, вот так вот собирают лицо, что потом кожа перестанет сама пытаться быть такой упругой, потому что ее вот держат оковы, этой маски. И есть такой страх. Но здесь что-то не так. Маска Rare, Франция. Rare Paris называется. Может быть Rare, Paris. Не знаю, никогда не слышала вообще про эту маску. Есть много других масок в этой же марке. Но выбрала я именно эту, потому что подруга мне ее посоветовала. Она купила несколько из этой марки. Сказала, что самое лучшее вот это, и тебе нужно ее обязательно попробовать. Вот я ее попробовала, и я с ней абсолютно согласна. Думаю, что теперь и вы будете согласны. Покраснения вот здесь у меня были в самом начале. Здесь их просто нет. Я удивлена, да. Жалко. Вот заметили вы, что лоб блестит сильнее всего. Здесь меньше-меньше, шея не блестит вообще. Это не именно от этой маски. Маски-то не было на шее. Ну, состав ее был, самой маски нет. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вот и на шею была такая же маска. И чтобы вот так она блестела. Это было бы круто. Я бы не сказала, что стянула кожу или там посушила. Но такое чуть натянутое вот это ощущение. Я хотела его нейтрализовать. Нанесла все-таки сверху крем Maria Gallant. И под глаза нанесла крем Mille. Maria Gallant. Самый крутой крем. Мне очень понравился. Я его использую только два дня. Но мне он очень понравился. Вот прям хорошо напитывает кожу. Я еще и маску использовала. В общем, у меня сегодня под глазами вообще не знаю что. И маска у меня под глазами, и крем. И вот эту маску тоже можно наносить под глаза, как вы поняли. В общем, у меня здесь куча всего. И потом еще сверху консилер. Консилер у меня есть. Я сегодня хочу с вами нанести как раз вот после этого, мне кажется, будет совершенно в тему. Вот этот тональный крем от Jane Airdale. Очень хочется, потому что у меня есть пудра. Я же купила пудру, но не показала нанесение. И вот сейчас я это сделаю. Наверное, это прям просто как по маслу будет идти. Вообще, конечно, очень приятно, когда кожа в хорошем состоянии. Я так не то чтобы думаю, я это вижу. Я уверена в этом, что порошил, моя антипоэроцитарная система, дает такой потрясающий еще результат, что кожа стала чистой, гораздо-гораздо чище, чем она была. Может быть, вам это незаметно. Ну, я очень надеюсь, что все-таки заметно. Ну, ну, красота. Нанесу на одну сторону, чтобы сравнить. У меня здесь разводы, я их сейчас тоже, конечно, уберу. И, мне кажется, лучше всего вот так вот пальчиками. Я люблю потом так прихлопывать. Все-таки нужно было не наносить, наверное, крем или маску чуть убрать. Все-таки макияж на маску нехорошо ложится, а чуть скатывается. Не так сильно, как от других масок, но все-таки, наверное, ее на ночь, может быть, нужно наносить. Но мне обидно, если такая кожа останется на ночь, утром все равно. Все маски, вы, наверное, знаете, что они действуют от 8 до 12 часов. 12 часов вообще редко какая маска, а 24 часа, по-моему, вообще никакая не действует. Поэтому такой эффект золушки, после 12 все равно превратитесь в тыкву. Обычно этот тональный не наносится полосами вот этой кистью, но вот сейчас наносится, видимо, из-за маски. Ну, тем не менее, худо-бедно нанесла. Так, ну, мне нравится, в общем, как нанесла, но такая была кожа, что даже не требовалось тонального вроде как. Поэтому не знаю сейчас, что сказать. Мне кажется, вам даже, наверное, и разницы никакой не заметно, но сейчас мне даже не хочется убирать этот лоск. Но пудра здесь такая, что она не особенно убирает его. Это пудра Джейн Айрдейл. Она крем-пудра. И я, знаете, так легонько ее хочу нанести, отполировать. Я не знаю, можно ли больше, но отполирую. Возьму с крышечки. Это рассыпчатая пудра. Оттенок у меня Worm Silk. Точно такой же, как и у тонального крема. И вот сейчас мы будем с вами это проходить. Вот такая вот полировочка. Знаете, когда так хорошо, хочется сделать идеально. Вообще ее советуют не такой пудрой, не такой кисточкой, а плоской. Но вот мне очень понравилось этой кистью наносить. Это кисть для пудры от Евгения. Я обожаю его кисти. Они шикарные. Если у вас до сих пор не было, обязательно купите. Я помню, я их хвалила еще тогда, когда только у меня открывался канал. Наверное, это были первые мои видео. Смотри, я вот очень хорошо отзывался об этих кистях. Прошло 6 или 7 лет. Сколько лет моему каналу. Но вот я о них точно такого же мнения. И они еще и качественные. Ворс не лезет. Удобно держать. Ручка у них такая классная. В общем, я всем довольна. И он, кстати, делает вот такую полировочку. Он всегда делает своим моделям. Он еще и визажист. Надеюсь, вы знаете его. Евгений Косметик. Как его марка. Ну вот. Если у вас есть желание, можете вернуться к началу видео и посмотреть, сравнить, как сейчас получилось. Мне нравится. Такой нежный эффект. Сейчас еще пудра немножко усядется. И будет еще лучше. Вы знаете, я уже накрасила. У меня Tom Ford тени. 0,2 волпи. Вот эти. Но они иногда как база действуют. Поэтому я хотела бы нанести еще вот сюда эти. Это вы смотрите. Вот эти тени. Попробую. Может быть, получится у меня их нанести так поверх. Чуть-чуть освежить. Они очень красивые. Кажется, здесь будут уместны. Но я потом обязательно покажу на голую кожу. Потому что я люблю на голую. Они очень деликатные и сложные. Они как муссовые, кремовые какие-то интересные. Вы знаете, такой оттеночек получился. Просто вот такой тепленький слегка. Даже нет того, что мне бы хотелось. Но видно. Ну, хотелось бы другого эффекта. Я потом все-таки покажу. Когда буду наносить отдельно, не поверх. Нанесу Dolce & Gabbana Tan Rumana. Ну, вообще это скульптор. Хотя написано румяна. Kistin Beauty. Тоже обожаю ее кисти. До сих пор хочу заказать еще. Очень много кистей. Но никак не доберусь до них. Не знаю, что со мной бывает. У меня такое. Думаю, думаю. И никак не сяду и не закажу. Вот. И сюда. Вы знаете, я художник по образованию. По образованию я дизайнер. Но я все-таки больше художник, чем дизайнер. Потому что у нас очень сильный был педагог именно по рисунку и живописи. И вот я прекрасно помню, что когда мы писали на хорошем холсте. Конечно же, хорошие краски тоже нужны. Кто бы что ни говорил. Но когда холст хорошо натянут. Когда не фолдит. Когда у него хорошо проработаны все слои. Грунтовка. Тогда, конечно, картина смотрится совершенно по-другому, чем на плохом холсте. Вот наше лицо это тоже холст. Обязательно ухаживайте. Не жалейте денег на свой холст. Делайте его гладким, красивым. Я помню, как раз была такая серия. В реальных пацанах очень люблю этот сериал. Пересматриваю его всегда. Я не знаю, раз три, наверное, пересмотрела. И вот если вы помните, мама Леры. Я разговаривала с мамой Коляном. Вот. И она ей как раз объясняла про этот холст. И говорила, ну когда холст чуть-чуть сморщен. И не очень хорошо ложится краска. Вот так. Вот так. Ну там вообще итог, конечно, был немножко не в пользу этой теории. Но слова были очень правильные. На мой взгляд, да. Просто для удовлетворения своего. Для того, чтобы когда ты смотришь в зеркало, чтобы любоваться именно собой. Все-таки неплохо, если у вас ровный тон. Это даже очень хорошо. Вот так. Знаете, слегка так обозначила. Не сильно. Этим я очень люблю. Кстати, вот этот Dolce & Gabbana Tant. Что он такой легкий? Не знаю, есть ли он сейчас. По-моему, его перевыпустили. Вот это мой макияж на сегодня. Вот такой легкий. Пудра уже подсела. Посмотрите, как красиво смотрится. Ровный, гладкий тон. И сейчас я пойду в кафе поужинаю. Желаю всем вам приятных, как всегда, покупок. Обязательно приобретите эту маску. Если приобретете, расскажите мне. Джейн Айрдил тоже очень советую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok